Митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан осветил в Карабаше новый храм в честь одного из самых известных богослов и проповедников в истории христианства, святителя Иоанна Златоуста. Долгожданное событие собрало в храме большое количество горожан. В алтаре установили престол в знак вселения в храм Бога, омыли его святой водой, вином и облачили в одежды, специальные ткани. Своды храма помазали миром. В новоосвященной церкви митрополит Феофан совершил божественную литургию. Первым делом помощники зажгли все лампады и свечи у святых икон, и храм засиял уже по-особенному. А посмотрите, как поистине преемники тех наших русских меценатов, промышленников строят современные храмы. Я говорю о Игоре Алексеевиче Алтушкине, ведь это его пожертвования, его компании, конечно же, вместе со своими, так сказать, коллегами. И также здесь видна забота города. Мне хотелось бы еще раз выразить большую благодарность и мэру города Вячеславу Федоровичу, и всем, всей его команде, и народу Божьему. Впечатления самые хорошие. Первый камень в основании заложили в 2006 году. Местные жители вспоминают, что изначально храм должен был стоять на другом месте. Но начались споры, и под будущую церковь выделили новый участок, который оказался намного лучше прежнего. Благодаря новому расположению храм удалось сделать двухпрестольным. Сдвинут был храм в эту сторону, и в результате цоколь пять метров, и у нас получилось чудесным образом у нас двухпрестольный храм. Вот только благодаря вот этому. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Нижний предел в честь Макария Великого пока не освящен, а ждет своей очереди. По задумке он будет крестильным. Здесь установили добротный баптистерий для крещения с полным погружением. Все в этом храме по-хозяйски основательно. Есть и классы воскресной школы, и уютная трапезная, и даже собственная просфорная. Воскресная школа есть, для взрослых есть школа, для детей. Изучаем церковно-славянский язык, иконопись изучаем, изучаем историю церкви. Сестры милосердия есть у нас. Посещают больницу, посещают больных, помогают ухаживать за ними. Кого-то на процедуру сводят, за кем-то ухаживают, кого-то подготовят к причастию. Новый храм стоит в самом центре Карабаша, недалеко от городской администрации. Его видно практически из любой точки города. А местные жители сравнивают его с солнцем, которое притягивает своим теплом и согревает сердца. Я думаю, что даже неверующий житель, который живет в городе, посмотрит на храм, он уже чувствует, что он живет в этом городе, где есть хорошая аура, которая создается в этом храме. Я думаю, что это для блага, для людей, для города и для жизни людей в основном, для хорошей жизни. Иоанна Златоустовский храм уже обрел свой голос. На колокольник растуются восемь звонких колоколов. Крыша полностью сделана из меди. Недаром Карабаш славится своими медными запасами. Не поскупились благоукрасители и на иконостас. Он выполнен из сусального золота. Говорят, красивее и богаче иконостаса во всей епархии нет. Сабуров Дмитрий Юрьевич. Спасибо вам большое. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Митрополит Феофан наградил почетными архиерейскими грамотами за усердные труды всех, кто помогал возводить и благоукрашать Карабашский храм. В первую очередь это руководство русской медной компании и знаменитого завода «Карабаш-медь», глава города Карабаша. Вспомнил владыка и теплым словом бывшего настоятеля отца Серафима, который начинал строительство. Преподал слова назидания для новых преемников. Поблагодарил за молитвы и помощь прихожан. И признался, что их престольный праздник, день памяти святителя Иоанна Златоуста, для него особенный. Это день его епископской хиротонии. Ровно 13 лет назад, 26 ноября, владыка был рукоположен в сан епископа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова